Всем привет, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию своего сериала Нелюбимая дочь. Но и перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк, ведь вам не сложно, но мне приятно. А мы начинаем! Всем приятного просмотра! Так, знаете что? Давайте я вам или сниму готовую квартиру, или куплю квартиру, хотя нет, давайте я вам лучше куплю квартиру. Зачем нам покупать квартиру? Найти какую-нибудь простую квартиру, снять, ну, не за дорого, чтобы мы там пожили, пока это не успокоится психичка, пока мы не уедем. Точно? Да, можешь вместе с нами перебраться, хотя это будет небезопасно. Так, хорошо, сейчас найду. Так, я нашел, сейчас давайте вас отвезу. Угу, вот, хорошо. Собирай тогда вещи. Ты тоже. Хорошо, сейчас соберу. Так, поехали. Так, вот, вроде бы норм. И Лейли есть место, и тебе. Все окей? Да, спасибо тебе большое. Я буду приезжать, я сегодня вечером приеду. Я, если что, позвоню, если они объявятся. Да, хорошо. Все, люблю. Давай. Так, ну что, последние четыре дня мы будем здесь. Четыре дня? Да, мы через четыре дня уезжаем. Так, скоро? Я не хочу к ним возвращаться. Они же меня бьют. Если убьют, Ника приедет. Ехать далеко. Как? Это небезопасно. Так. Ммм, у Ника здесь знакомый работает, полицией. Я номер его дам тебе. Если что, позвонишь ему. Хорошо. Все. Ой, да, приветик. Ага, да-да-да. Да, приехали, да, в дом новый. Ага, такая история вообще. Ужас просто. Ага, давай, встретимся тогда. Ты с кем? С подружкой. А, как ее зовут? Ее Софа зовут. Ого, красивое имя. А, кстати, а как друга Ника зовут? Слушай, я не помню, честно. Я с ним очень давно не общалась. То есть мы с Ником-то каждый день общаемся, а вот с другом его я честно не помню. Как вспомнить, я скажу. Могу у Ника спросить, но чуть позже. А, хорошо. Все, давай. Так, иди тогда в комнату, осваивайся. Я что-нибудь покушать приготовлю. Ты макароны ешь? Да. С мясом будешь? Угу. Все, тогда сейчас приготовлю. Лейла, иди кушать. У нас это, паста, оказывается, была просроченная какая-то. А, спасибо. Ммм, очень вкусно. Так, тут у нас только кофе. А, есть молоко. Будешь клубничное или обычное? Клубничное. Хорошо. Держи. Я тогда в комнате попью. Аккуратно, только на компьютер не проли. Хорошо. Лейла, Лейла. Я вспомнила, как друга зовут. Как? Матвей, кажется. А. Хорошо. Красивое имя. А. Софа и Матвей знакомы? Ммм, не знаю. Хочешь, познакомлю. Может, они сами знакомы. Ну, не знаю. Ребятки, у меня произошел какой-то сбыль, поэтому у персонажа вот в такой одежде. Если что, извините меня. А твоя подружка где живет? Ну, в городе, где мы живем. Ммм, блин. А друг здесь почему? Ну, он сюда переехал из-за своей девушки, бывшей. Ммм, понятно. А он с ней расстался? Да. Ох, тогда их можно познакомить. Кого? Матвея и Софу. А можно ее Соня называть? Ну, ей приятнее, когда ее Софу называют. Ну, вот их тогда можно будет познакомить. Ладно. Она как раз сюда собиралась. О, ура! Стойте, стойте, стойте. Простите, если отвлекаю. Я бы хотела попросить своих зрителей, которые смотрят меня с России, смотреть мои видео с включенным VPN, чтобы мои видео продвигались. И я старалась чаще вам выкладывать видео. Соня, привет! Это все сделала по ее разрешению. И новые персонажи, кстати, тоже. Сделаны по ее соглашению, разрешению и установке. Поэтому, Соня, привет! Так, все-все, не отвлекаю. Ребята, только не бейте. В связи с тем, что вот у нас персонажи вот такой первичной одежде, слетели все дома, и сегодня этих домов не будет в серии. Простите меня, пожалуйста, не бейте. Я их обязательно обустрою, и в следующей серии они появятся. Приветчик. О, привет. Они, короче, совсем сумасшедшие. Что случилось? Они приехали с нарядом полиции, с опекой. И я вообще в шоке. Они обыскали всю квартиру. Они нашли даже вот эти вот кусты, где вы там прятались. Вот. Я в шоке. На меня Джесс написала заявление на то, что я украл ребенка. И на то, что я украл ребенка и тебя. Где-то сейчас вас держу в каком-то подвале, издеваюсь над вами. Я вообще в шоке. То есть меня объявили в розыск, и вас объявили в розыск. Чего? Какой розыск? Я сам в шоке. Ничего не понимаю. Капец. И что будет? Все будет хорошо, не волнуйся. Твой друг порешает? Да порешает, конечно. Это вообще первый случай мой такой. А твоего друга Матвей зовут? Матвей. Я вспомнила, как его зовут, прикинь. А у Милы есть подруга Софа. Софа? А, Сонька что ли? Софа. Ну да, я ее помню, знаю. Я хочу, чтобы они познакомились. Софа собиралась в наш город. И мы должны познакомить. Потому что Матвей свободен. Что ж ты всех сводишь? Нас свела теперь и хочешь свести? Дуа. А, я, кстати, это, пригласил сегодня Матвея на чай. Блин, я бы Соню тоже пригласила нам. Она в городе, в другом. Приехать к нам не сможет. Она сказала, что приедет завтра. Так, ладно. Ты одета? Поехали тогда нас встретят. Поехали. О, вот и он. Бро, здорово. Опа. Привет, Мил. Привет. Опа. Бро, а ты что не говорила? Когда успели ребенка завести в род девица с ней прошло. Девять месяцев с ней прошло. Как вы встречаетесь? Или я что-то не знаю? Я крестница Милы. Да, она почти моя сестра. Крестница моя. А, прошу прощения. Как вас зовут, милая дама? Я? Я Лейла. Очень приятно. Присаживайся. Спасибо. А! Ни слова про Соню. Что случилось? Ничего. Так, нам сейчас меню принесут. Ну что рас... Что рассказывай? Как у вас дела? Прошу прощения. Да все хорошо. Я же рассказывала, да, что мы встречаться начали. Свела нас вот эта вот дамочка. Ну, я не то что свела. Я просто делала это, чтобы... Ну, чтобы это случилось быстрее. Так бы вы это... Сами начали встречаться без моей помощи. Но только через год. Во-во. Мелкая правильно говорит. Ну, может и то верно. Извините. Извините. Мила тут. Чего? Привет. Ты же... Ты же завтра приедешь. Ну, решила сделать себе такой сюрприз. Привет, Сонь. Софа. Привет, Соф. Привет. Ой, а это кто у нас тут? Вы ребенка успели завести? Ты крестница моя. А, извините, леди. Как тебя зовут? Я Лейла. Приятно познакомиться. Я Софа. Эм... Матвей, друг, Ника. Софа. Подруга лучшая, милый. Я раньше не слышала про вас. Ну, я тоже про вас не слышал. А, ну че, нам когда меню принесут, броу? А, щас. Приду. Ну че, как он тебе? Кто? Я Ника не уведу у тебя. Я про Матвея. А ты слышала историю, что я свела Ника и Милу? Ну, точнее, быстрее. Ну да. Ну так вот, я вас быстрее, Смотри, тоже сведу. Так, не надо мне тут Ларисочку Гузееву. Я сама разберусь. Да-да, я так же говорила. Ну, я буду не против, чтобы моя маленькая сваха свела меня с кем-нибудь, наконец-то. Я этим займусь. Прошу прощения. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте. Когда я меню принесу. Берите. Спасибо. Решили не заморачиваться? Вот это меню нам дать. Так. Собирайте. Сегодня все за мой счет. Так. Я за свою семью оплачу сам. Подожди, подожди. Это ты та самая... Это та самая дочь твоей сестры? Угу. Та самая. Блин. А она что, будет с ними жить потом? Ага. Мы уже едем. Капец. А у вас тут дома нет? Есть. Не купил сразу. Ааа. Бедный. Ну ты держись. Я ей сказала. Если что, мы тебе позвоним. А, че? Кому позвоним? Броу. Подожди. Это та самая... А, это та самая девочка, которая? Угу. А. Да. Я тебе номер свой дам. Телефон у тебя есть. Звони. Когда пожелаешь. Вообще. В любой момент. Привезу. Отвезу. Приеду. Вообще. В любой момент. Куплю все, что захочешь. Я не против. Милкая. Сама такая. Так. Ну, че? Я, наверное... Во, вот это. Окей. Мне то же самое. Девчонки, выбирайте. Так. Ты тогда... Ну, я за себя заплачу и за Софу тогда. Ну, я за Лейлу и Милу. Ой. Спасибо. Да не за что. Тебе с дороги нужно отдохнуть. Так. Я буду... О, вот это. Я тогда тоже, что и ты. А я... А я пасту буду. И на десертик что-нибудь. Все мороженого. И клубники в шоколаде. О, прикольно. Круто. Ура! Клубника в шоколаде. Так. Сейчас официанта позову. Ну, че? Все еще? Ты сомневаешься, что Лейла вас не сведет? Я не сомневаюсь. Я уверена, что она нас сведет. Вот уже. Уже настрой. Вы, в принципе, красивой парой были бы. Оба блондины. Оба красивые. Спасибо за комплимент. Мила, не смотри на меня так. Ты вообще самая красивая. Ой, ну приятно, приятно. Так, я уже рассказала Софе свой план. Теперь рассказываю тебе. Внимательно слушаю. Ты же слышал, да? Уже историю, что я свела Нику с Милой. Ну так вот. Готова поспорить, что я вас с Софой сведу. Меньше, чем за месяц. На что спорим? Если я проспорю, Если я проспорю, то Ник женится с Милой. Если я выиграю, то вы женитесь с Соней. Ого! Ничего себе! Ну ладно, тут в принципе я и без спора ей предложение сделаю. Так, после спора уже предложение сделаешь. Понял? Понял, понял. Всё, умётанно. Замётанно. Всё хорошо. Я пошла за стол. Да, хорошо. Мне сейчас эта сестра звонит. А, я с тобой постою. Ща. Ты мне когда дочку вернёшь? Я сегодня к твоему хахалю приходила. Он был без тебя и без твоих вещей. Все вещи, всё обыскали. Ты где? Я? А, я не в городе. Я уехала с Лейлой. Ник скоро к нам присоединится. А, кстати, тут ещё Софа. Софа? Та самая дура? Эй, я вообще-то всё слышу. Ой, прости, пожалуйста. Хотела тебя овцой назвать. Короче, дочку мне верни, иначе будет с тобой плохо. А, если не верну, будет... А, если верну, будет с Лейлой всё плохо, да? Ну, тогда выбор очевиден. Лучше со мной всё будет плохо. Слушай, ты! Так, всё. Плохая связь. Пока. Фух, кошмар. Ты прикинь, сегодня к Нику приходила Джесс с опекой, с нарядом полиции. Обыскала всё просто. Ужас. Кошмар какой. Чё обсуждаете? Я тебе только что хотела рассказать. Это, короче, история такая. Мы приехали с города, ну, отъезли Лейлу. Радыки её сказали, ну, пока вы здесь, забирайте её. Теперь её мать хочет её вернуть. Там сегодня с опекой приезжала с нарядом полиции. Всё, обыскала, ничего не нашла, её опять оштрафовали. Опять? Да, были попытки уже приехать, но мы спрятались. В этот раз он позаботился и снял нам квартиру. Мы сейчас там живём. Ого, вот это у вас история, конечно, запутанная мелкая. У тебя столько всего? За твои семь или шесть лет произошло. Интереснее, чем у меня за двадцать пять. Ещё будет всё. Мы, кстати, поспорили. На что и... Что, с чем вы поспорили? За то, что я вас сведу с Матвеем меньше, чем за месяц. Если я проиграю, то, мило, ты выходишь замуж за Ника. А если я выиграю софт, то ты выходишь замуж за Матвея. Ничего себе! Вот это да, вот это спор. Да. Кто-то, но кто-то всё-таки поженится. Да. Ну а что? Её, в принципе, не против. Так, опять ты за своё. Ну а что? Когда нам всё принесут? Я не знаю. Так, во всём понравилось? Да, всё было очень вкусно. Спасибо. Так, давайте мне расчёт, получается, за меня. Ну, раздельный, в общем, за вот эту штуку с мясом. И... Понял, хорошо, два раздельных счёта. Всё, спасибо. Очень вкусно всё было. Так, ну чё, мы, наверное, домой поехали. А чё, можем где-нибудь зависнуть? Где? С маленьким ребёнком? В клубе? Не, я не про это. Можно куда-нибудь сходить. Куда ты сходишь в такое позднее время? Да я не знаю. Ну, можно к кому-нибудь. Давайте ко мне. Ну го. Так, только давайте аккуратнее. Я эту квартиру, как бы, у людей снимаю. Это съёмная квартира. Хорошо, хорошо, мы будем аккуратны. Только это, плохая новость, мы уезжаем через три дня. Чего? Почему так рано? А, прости, Соня, садись. Мелочь, садись. Соня, ты мелочь. Ну, вот так вот нужно уехать. Всё равно здесь неделю. Да. И я, если что, буду звонить Матвею. А, а я наоборот сюда из-за работы переехала. Ты переехала? Да. А чё он мне не сказал, где ты будешь жить? Я квартиру снимаю тоже. А чё снимать-то? Ты можешь ко мне переехать. Нет, спасибо. Я как-то с человеком, которого знаю, я несколько часов не хочу жить. Ничё. Я вас познакомлю. Ну вот. Тогда вы, если вы, когда уедете, я буду за ней приглядывать. Да, за это время я их сведу. А когда вы приедете, они уже будут вместе, сто процентов. И они поженятся. Мне кажется, когда ты выиграешь спор, мы, скорее всего, поженимся. Или у нас будет две свадьбы одновременно. Это было бы круто. Так, мальчики, давайте не задумывать о том, что ещё неизвестно. Вот именно. У нас-то ладно. Но вы-то ещё даже не встречаетесь. Всё может быть. Ага. Понравься сначала мне. Не вопрос. Понравится. Ну и на таком моменте наша серия подходит к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новой крутой серии. А ещё я хочу, чтобы вы все передали моей подружке Соне приветик в комментариях. Потому что она тоже участвовала в этой серии, как бы, в проектировке этой серии. Вот. И Соня тоже, пожалуйста, отзовите в комментариях. Будет очень приятно, что ты увидела и написала комментарий. Всем пока-пока.